Добро пожаловать в провинцию Валенсия. Это видео будет интересно для бизнесменов, предпринимателей и инвесторов. Приглашаем вас на прогулку по производственному помещению. Мы рассмотрим, для чего использовалось это помещение, и, возможно, вы найдете идеи, для каких целей могли бы использовать его вы. Владельцы этого помещения привозили сюда грибы, которые они выращивают в другом месте. Здесь их хранили, расфасовывали и отправляли на продажу оптом, крупным оптом и мелким оптом. Эта компания один из крупных производителей грибов Испании, и также они продавали некоторые виды фруктов, ягод и овощей. Наверняка вы могли видеть их продукцию в таких супермаркетах, как Consum, Mercadona и других крупных сетях. Кто будет идеальным новым владельцем этого помещения? Если ваш бизнес относится к сфере по производству и продаже грибов, то, конечно, вам он идеально подойдет. Если вы занимаетесь производством, хранением и продажей мясных продуктов, рыбных, все, что связано с пищевой продукцией, это идеальное помещение для вас, потому что оно обустроено для этого. Для хранения, для расфасовки, для транспортировки и так далее. Но даже если ваш бизнес не относится к этим сферам, вы можете демонтировать холодильные камеры, которые там есть, сделать его полностью диафону, как говорят по-испански, то есть полностью просторным, без стены, и уже оборудовать его под ваши задачи и цели. И третьим покупателем мог бы быть инвестор, который хочет приобрести помещение и далее найти арендатора, или мы найдем арендатора. И просто иметь пассивный доход в виде оплаты аренды, потому что когда арендатор заходит в коммерческое помещение, в производственное, как правило, он остается там многие годы, десятилетия. Помещение находится в 60 километрах от Валенсии, выгодно расположено, имеет развитую инфраструктуру, то есть для бизнеса подходит идеально, если вы что-то здесь храните, и далее вам нужно транспортировать в разные части Испании. Недавно мы продали отель, и это вдохновило меня искать больше интересных объектов. Я нахожу объекты, которые, по моему мнению, имеют высокий потенциал и немного недооценены, то есть при грамотном маркетинге, при грамотном бизнес-подходе можно значительно увеличить прибыль. Я бы хотела, чтобы мои видео были не в формате монолога, а диалога с вами. Если вы с чем-то не согласны или вам есть что дополнить, пожалуйста, пишите в комментариях. Я буду очень рада вашей обратной связи. На первом этаже сразу при входе кабинет, возможно, диспетчерская, довольно просторный, с кондиционером. Кондиционеры есть по всей территории помещения. Обратите внимание на некоторые мелочи. Как вы видите, это здание не устаревшее. Буквально до прошлого месяца здесь выращивали грибы. И такие мелочи, например, как домофон, он абсолютно новый, кондиционеры, тоже современных моделей. Просто иногда есть продажи такие фабрики, заводы, которые просто уже так устарели, что нужно делать капитальную реформу. Здесь же вы можете заходить и с первого дня работать. При этом все сотрудники будут себя чувствовать комфортно, и вам не нужно вкладывать средства на переоборудование. Помещение имеет все необходимые лицензии, как для производства, так и для личного посещения покупателей. Здесь при входе вы можете увидеть нормы для посетителей, разнообразные грамоты, разрешения. То есть вот кажется, что закончился рабочий день, и просто сейчас люди вышли, потому что все в очень рабочем состоянии. Давайте пройдем дальше. Все нормы соблюдены, санузлы разделены на мужской и женский. Здесь находятся как санузел, так и переодевалки, раздевалки. Заходим в женский санузел. Он немного больше. Тоже шкафчики для хранения вещей. Здесь уже два санузла, также душ, опять же инвертор и такое небольшое помещение. Где можно положить сумочки, вещи и так далее. Здесь же на первом этаже переходим в кухню. Большой стол, я думаю, человек на 8 минимум, можно и больше при желании. Кухня. Раз, два, четыре, пять. Пять розеток. То есть можно поставить, например, для бока диез, для испанских тостат, такая мини духовочка популярная, стоит в офисах часто и дома. Поставить микроволновку, все, что вам потребуется. Вода, электричество, как вы видите, все подключено, все работает. И снова внимание к мелочам. Обратите внимание. Даже пол, он без каких-либо повреждений. То есть все действительно было создано для себя. Даже мебель, она качественная. Это мраморное покрытие. Бойлер хороший. Важно учесть то, что это помещение строили для себя. Я думаю, вы как опытные предприниматели или инвесторы точно понимаете разницу, когда кто-то строит для того, чтобы построить и продать, или когда кто-то строил для себя. Когда они начинали бизнес, они не думали, что они так разрастутся. Бизнес пошел очень хорошо, поэтому сейчас это помещение ищет нового владельца. Немного позже мы поднимемся с вами на второй этаж и посмотрим административную часть здания, где находится множество кабинетов. А сейчас на первом этаже переходим в производственную часть. Снова обратите внимание, даже такие мелочи, как эти значки, это все обязательно по технике безопасности. Все это стоит денег, когда ты проходишь проверку. Нужно, чтобы тебе сделали предписание, чтобы все соответствовало нормам. Здесь все соответствует нормам. Заходи и работай. Перешли в помещение, это погрузочное. Слева от меня можете заметить производственные весы. И это, не знаю, как по-русски это назвать, это подъемник, подъемник, да, то есть платформа для подъема. Если нужно на определенную высоту поднять, то платформа поднимается и без проблем загружается в транспортное средство. Обратите внимание на дорогу позади меня. Когда собственники искали место для строительства своего помещения, конечно же, локация играла огромную роль. Поэтому помимо выгодного транспортного сообщения с другими городами, здесь учтен такой фактор, как погрузка. Дорога находится прямо, то есть к грузовику заехать очень просто. Не нужно делать никакой финт, что упрощает и экономит время на погрузке и разгрузке. Это вторая платформа для погрузки, она небольшая и предназначена для ручной погрузки. Так как это помещение ранее использовалось для выращивания грибов, то там грузовики загружались на Меркадону, Консум, для крупных покупателей. И здесь для мелкого опта. В зависимости от целей, для которых вы будете использовать ваше помещение, возможно, вы тоже можете так распределить. В этой части здания располагалась фасовочная линия. То есть сотрудники, которые получали грибы, расфасовывали на необходимый объем, покрывали пленкой, либо упаковывали в ящики и отправляли далее на погрузку. Вы же это помещение подумайте, для чего могли бы использовать. Это холодильная камера. У меня почему-то сразу фильм ужасов, что сейчас закроют дверь и выключат холодильник. В этой камере минимальная температура от 0 градуса. И обычно так использовали от 0 до 2 градусов. На все холодильные камеры вместимость около 70 палет европейского размера. Опять же напомню, что вы можете просто убрать их и использовать помещение под свои цели. Но если вам нужны холодильники, это отличная возможность сэкономить на оборудовании. Всего в помещении 4 холодильных камеры. Большая, 2 средние и маленькая. Это удобно, если вы, допустим, не хотите тратить много электричества, у вас пока небольшой объем товара или грибов. Вы можете использовать, например, маленькую. И по мере развития бизнеса переходить уже в более крупную и заполнять все. В этом помещении грибы мыли. То есть здесь вы видите, что расположен слив и с помощью карчера, с помощью шланга, соответственно, очищали грибы от земли. И далее переходили уже в отдел расфасовки. Подумайте, возможно, для вашего бизнеса как-то это помещение тоже могло бы быть полезным. Это огромное помещение использовалось как гараж для грузовиков рефрижератора. Рефрижераторы подключались к розетке для того, чтобы сохранялась температура для хранения грибов. Также это могут быть фрукты, овощи и так далее. Здесь, кстати, были не только грибы, но также малина, спаржа, другие фрукты, кстати, которые вы часто видите в испанских супермаркетах. И снова вернемся к качеству строительства. Это здание строили именно для себя, причем с долгосрочной перспективой. Поэтому все из качественных материалов. Стены бетонные, покрытие, крыша, холодильные камеры, помещения имеют сэндвич-панели для сохранения температуры. Так как в Испании довольно жаркий климат, а нужно сохранять прохладную температуру внутри помещения, сэндвич-панели помогают холодильникам и рефрижераторам справиться с этой задачей. Своя небольшая заправочная станция для грузовиков. Собственники приобретали топливо по более низкой цене, так как оптом и грузовикам, водителям не нужно было тратить время на поездку на заправку, что сделать очень удобно. Все расположено и создано таким образом, чтобы работать эффективно, то есть получать максимальный результат при наименьшей затрате времени и усилий. Интересная особенность этого помещения в том, что вы можете экономить на электричестве. Есть две формы. Первая, вы заключаете договор с компанией по электроснабжению, и они бесплатно ставят вам солнечные панели и в этом случае делают скидку на ваше энергопотребление. Либо второй вариант, солнечные панели ваши, и вы избыток электричества продаете электрокомпании. Если вы, собственники компании, использовали такие способы для того, чтобы экономить на электроэнергии, вы можете выбрать свой способ. Согласитесь, это хорошее преимущество. Пойдемте на второй этаж, в административную часть здания. Это корпус административного управления, отдельные кабинеты для дирекции, для администрации, зал для переговоров, санузлы. И это снова дирекция, да. Да, директоров много. Вижу такие мелочи, это опять же про то, что делали именно для себя. Смотрите, грузовик с названием компании, с грибочками. Вот такие мелочи, которые показывают любовь к своему делу и к улучшению всего, что есть вокруг книг. И на их продукцию прикрепляли вот такие значки в виде сердечка. Это флаг Куманидада Валенсиана, и здесь написано «Продукт нашей земли». Друзья, возможно, вы тоже хотите интегрироваться в Успанию, открыть свое производство и что-то полезное производить для мира, и прикрепить такие сердечки. Зал переговоров, мне кажется, с хорошей энергетикой, здесь собирались люди, принимали и плановые решения, и стратегические, и привело это их к расширению бизнеса. Кстати, знаете, как я узнала про это помещение? Жена моего знакомого работала в этом здании, в административном корпусе, и сейчас они переехали в новое помещение этого бизнеса, и она сказала своему мужу, что сменится ее место работы, чисто физически в другое место будет ездить. И он спросил, а что такое? Она объяснила причину, и, конечно же, мой знакомый сообщил мне о такой возможности. Поэтому вот так у нас появляются эксклюзивные предложения, просто среди круга знакомых. Друзья, мы на третьем этаже. Еще одно помещение, владельцы использовали его под архив для хранения документов. В зависимости от цели и направления вашего бизнеса, возможно, вы могли бы придумать другое предназначение для этого пространства. Друзья, итак, резюме. Мы посмотрели с вами производственное помещение. Общая площадь около полутора тысяч квадратных метров. Есть холодильные камеры, есть погрузочная. Все адаптировано для того, чтобы вы привозили сюда пищевую продукцию, хранили ее, расфасовывали и отправляли далее на транспортировку. Но если вы хотите использовать по другие виды бизнеса, это также легко можно сделать. Владельцы даже могут демонтировать их камеры и оставить вам полностью пустое помещение под ваши цели. Также вы можете выгодно экономить на электроэнергии или даже немного зарабатывать, потому что вы будете продавать остатки электричества в электрокомпанию. Расположение 60 километров до Валенсии. Стоимость, не будем озвучивать видео, такой специфичный продукт. Могу сказать, что цена, как я говорила в начале видео, немного ниже рынка. Потому что это действительно выгодное предложение. Это не люди, которые спекулянты купили и хотят дороже продать. Они просто хотят закрыть свои финансовые обязательства по управлению и содержанию этим помещением, так как они уже полноценно переехали в свое другое помещение, где у них 14 тысяч квадратных метров. Конечно, нет никакого смысла, чтобы это здание стояло пустым. Его нужно продать как можно скорее. С вами была Виктория Белякова, агентство How to Spain. Подпишитесь на наш канал. С нами всегда выгодно.